Продолжаем. Первое послание Коринфяна, вторая глава. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего, и не власти века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал. «Ибо если бы познал, познали, то не распяли бы Господа славу. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. «Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещает не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о всем надо бы насудить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить Его? А мы имеем ум Христов. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. «Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь, я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду, ибо мы соработники у Бога, а вы Божия Нива, Божие строение». Вот мы прочитали вторую и часть третьей главы. Апостол очень подробно рассуждает о том, что есть плотской ум, душевный ум, духовный ум. он рассуждает о том, кто является носителем этих умов. Плотской человек — это человек, который умом своим, или не ум свой, прилагает постоянно плотским началом, интересом жизни. Он говорит, не плотской ли человек, если он имеет зависть и перечисляет другие грехи, значит, этот человек плотской. А вот плотской человек может не понимать духовное. Он утверждает, что нет. Но это не значит, что он вовсе не может понимать духовное, потому что в каждом человеке присутствует и духовное, и душевное, и телесное плотское. потому что человек так устроен, что в нем есть и тело, и душа, и дух. А это значит, что каждая составляющая нашей человечности, она в какой-то момент возвышается в голос. Тело нам постоянно напоминает о том, что нам нужно кушать или отправлять какие-то другие телесные, естественные нужды. И можно на первый взгляд оценить этого человека как человека плотского. Но даже великие мужи церкви и жены, они были зависимы от каких-то естественных плотских потребностей и нужд. Конечно, они пытались преодолеть это плотское начало и сделать его яко не бывшее и не существующее, при этом не отвергая саму плоть. Потому что апостол Павел говорит, что хочу тело смерти не совлечься, а облечься в новое тело, в преображенное. это телесное начало человека. Душевное начало тоже постоянно дает человеку о себе знать. Мы всегда интеллектуально что-то оцениваем, о чем-то рассуждаем, имеем какие-то эмоциональные предпочтения или эстетические. И все это говорит о нашем душевном устроении, о том, что у нас есть душа. Но вот душа имеет еще одно одухотворяющее начало дух. Очень близко душа к духу. его дух это то начало, которое постоянно человеку говорит о его вечном призвании. Это и совесть, это и жажда Бога, это и страх Божий, как благоговение и трепет перед Богом. И вот все это присутствует в нашей жизни. И все рвется реализовать себя. И нет ничего постыдного в том, чтобы человеку, как мы уже говорили, отправить свои какие-то естественные нужды или удовлетворить потребности. Об этом мы чуть позже прочитаем в сегодняшнем послании у апостола Павла, когда идет речь о браке. Но все эти три составляющих человеческой сущности, они Богом созданы в иерархии. Тело покорно душе должно быть, душа дух и дух Богу. Ни в коем случае не должно быть наоборот. Не должно высшее начало человеческого существа обслуживать плоть как служанка. Но конечно же душа должна иметь беспокойство о теле. Об этом мы читали в прошлый раз, что попечение плоти не должно превратиться в похоть о плоти. Мы должны опекать, и скажет об этом в посланнике Фессиным апостол Павел, что каждый питает свое тело и греет его, так каждый и жену нужно тоже любить, как собственное тело, наставляя мужей, говорит апостол. И вот исходя из того, в чем акцент человеческой жизни, чем он в основном живет, от этого и человек считается плотским, душевным или же духовным. Если же в основном человек стремится к духовному, значит он духовен. Если только жажду души в познании и так далее пытается удовлетворить он, он душевен. А вот духовный человек, телесный, это понятно. И вот очень важно, что отсюда и модель мира возникает от этого сознания у человека. Именно такую модель мира создает этот человек и начинает жить в этой созданной им модели. Духовный человек это человек, который имеет совершенно определенную модель мира. Он знает, что выше всего в его жизни Бог и уже все остальное потом. Душевный человек, он увлечен как правило своими интересами, а плотской человек только и думает, чтобы набить в основном чрево свое. И поэтому он говорит, что душевный человек и плотской не может помышлять о духовном, потому что духовное оно выше, а то, что выше, значит, оно непостижимо для человека, который по иерархии своих акцентов ниже. он говорит, как написано, не видел того глаз, не слышало уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящий его. Это значит, что духовный человек тоже не может постигнуть всего того, что ожидает человека как награда вследствие его подвижнической благочестивой жизни. Это будет величайший дар. В этом-то и подарок, и дар, что человек не знает, в чем же собственно он будет заключаться для человека. Никто не может постигнуть ум Господень, но только в ту меру, в какую Господь откроет человеку свой ум. Вот откровение Божие это и есть откровение ума Господня человека. И человек постигает какую-то частицу мудрости Божией не благодаря своему интеллектуальному насилию, а благодаря тому, что Бог открыл человек о себе или о том же человеке. Потому что Бог устроитель человека, Бог его создал, а это значит, что и Бог только знает свое творение. И поэтому, чтобы понять самих себя, для этого нужно прежде всего довериться Богу, как Творцу нас. И вот мудрование человеческое проникает и в жизни Церкви. Кто-то себя считает учеником Павла, Аполлоса. Вы поступаете по обычаю, не плотские ли вы, потому что на этой почве вы раздираемы завистью, спорами, разногласиями. А кто такой Павел, кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали. И при том, поскольку каждому дал Господь, вы обратите внимание на эти замечательные строки, что вера это дар поскольку каждому дал Господь. Это 5 стих 3 главы. То есть вера это дар, который человек имеет в меру одарованности Бога. Я только насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий, насаждающий и поливающий суть одно, но каждый получает свою награду по своему труду, ибо мы соработники у Бога, а вы Божия Нива, Божие Строй. Вот соработники это слово, которое должно тоже быть для нас понятным. Это значит, что соработничество является неким призывом человека к тому, чтобы делать нечто вместе с Богом. Вот есть у Бога какая-то миссия в этом мире. это домостроительство, дом строит Бог, человек для спасения. Почему часто говорили святые отцы даже о некой архитектуре небесной? Они говорили о том, что кто наследует рай, тот наследует тот, что он выстраивал в течение уже этой земной жизни. Он как будто перемещал те блага туда, и эти перемещенные блага из этого мира в качестве милостыни, благотворительности, любви. Все это становилось кирпичиками для строительства небесного Творца. Конечно, здесь идет речь о некой образности, но нужно понимать, что мы это делаем вместе с Богом. Бог не спасает какую-то чушь, пенек. Бог спасает человека, обладающего величайшим даром, божественным даром свободы. Свободы и самое высшее проявление свободы это есть любовь. И сработничество это еще и некий аргумент для вероучения нашей Церкви о том, что Бог не спасает согласно протестантского учения насильно человека. Помните, мы уже однажды с вами говорили о том, что кого-то Господь якобы предопределил ко спасению, а кого-то к погибели. И что Он предопределил якобы бесчеловеческой воли, без Его произволения. Это ошибочное мнение, потому что мы видим это опять-таки слово соработничества. А раз мы соработники, следовательно, мы не просто пустые безвольные существа, которых можно переместить из точки А в точку Б. Все совершает Господь с нашего согласия и желания участвовать в Божественной жизни. Я, по данной имени от Бога благодати, как мудрый строитель, вот здесь как бы подчеркивается тот первый тезис, который только что Он утверждал, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Это значит, что у каждого есть как бы своя миссия. Кто-то занимается полаганием, основанием, если образно размышлять, то мы как бы представляем строительство. Кто-то бетонщиком является, и он заливает опалу, фундамент, кто-то занимается укладкой камня или кирпича. Конечно, это все может быть в одном лице. Но в основном этим занимается корость. То есть каждый специализируется в своей области. И кто-то может действительно проповедовать, быть миссионером, но вот дальше уже забота пастыря, духовника в том, чтобы тех людей, которые пришли в церковь, благодаря чьим-то апостольским, миссионерским трудам, их уже обогреть, дать им понятие о духовной жизни внутри церкви. Но смотри, как строить. Это как бы некое предупреждение тем, которые по мудрованию своему пытаются строить, не учитывают традиции духовного созидания и строительства. Потому что предание нашей церкви это предание огромного количества поколений духовных людей, которые жили в рамках нашей церковной традиции и оставили этот опыт. И мы должны смотреть, как кто строит. Потому что можно созидать не так. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. И вот это некое увещование особенным миссионерам, которые в пылу и азарте своего красноречия и миссионерского своего подвига, они могут слишком быть человечны в изложении истин Божьих и забыть о самом главном основании, которое есть Христос. А миссионеры, они очень склонны уклоняться в сторону, потому что миссионер проповедует не церковным людям, он проповедует людям далеким от церкви или удалившимся по каким-то причинам и обстоятельствам. То есть они крещены, но не были просвещены и удалили соответственно и образом мысли и своей жизни от церкви. Они приобрели какой-то другой язык общения и вот на этом языке приходится говорить миссионеру для того, чтобы быть понятым. И, конечно же, здесь не всегда слова и язык тех людей, кому он проповедует, может быть удобным языком для проповеди церковных истин. «Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы?» Здесь он образ приводит. «Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается и огонь испытает дело каждого, каково оно есть, у кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Он говорит о том, что качество его сеяния, его строительства проповеди будет определяться плодом. Устоит ли то здание духовное, которое он созидал, или оно сгорит, как солома сгорает и дерево. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, то того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Здесь говорится о церкви. Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым веки всем, тот будет безумным, чтобы быть мудрым. ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых лукавство их. Здесь противопоставление мудрости мира сего, как безумие по отношению к мудрости духовной. И еще Господь знает умствование мудрецов, что они суетные. И так никто не хвалит человеками, ибо все ваше, Павел или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше, вы же Христовы, а Христос Божий. Все это обретает полноту, новое качество, если оно в Боге. Сегодня очень люди любят рассуждать о мистике тварного мира, о Вселенной, о космосе. И если его рассматривать, этот космос по отношению к нему самому, то он может быть разобран в каком-то смысле на запчасти, на свои составляющие. Но постигаете предмет не тем, что его разобрали на части, а его целесообразностью, его предназначением. В чем цель этого предмета? В чем цель того же космоса, а не в том, из чего он состоит? Или как даже он устроен? Все это можно постигнуть, и в этом преуспела наука современная. Но важно, понял человек, для чего создан вообще этот мир? Если он этого не понял, не ответил на этот самый главный вопрос, то тогда это мертвичина, это все бессмысленно. И так каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей Таин Божьих. Здесь он опять знакомый уже образ употребляет для нас домостроительство Божие. Домостроительство Божие, это значит, что те тайны духовные, о которых говорит апостол, предполагается, что они тоже имеют некую постепенность, последовательность в своем устроении. Невозможно в одночасье постигнуть тайну Божию. Ее постигает человек подобно тому, как реализует замысел архитектора в строительстве, в реализации. Только тогда мы можем понять, когда картинка становится реальностью. И точно тогда, когда замысел становится реальностью нашей жизни, когда мы не только говорим о благочестии, но само благочестие становится нашим состоянием жизни. И вот апостолы, служители Христовы являются в этом отношении созидательными, когда они проект становят делают материализуют. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. То есть к священнослужителям это обращено и ко всем тем, кто занимается проповедью. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Вот что интересует апостола. Только суд Божий. И ничего не должно интересовать и каждого из нас, что думает о нас. Потому что люди думают в меру своего понимания жизни. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога. Сердечных намерений, говорит апостол. Потому что сердечные намерения делают понятными поступки, мысли, желания человека. Вне намерений невозможно постигнуть поступок человека. И это становится известно только в Боге. Когда Господь светом своей божественной истины осветит дело каждого. Это, братья, приложил я к себе. Я полосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились одни один перед другим. Ибо кто отличает тебя, что ты имеешь чего бы не получил? Эти слова дают нам огромную пищу для наших размышлений. Ибо кто отличает тебя, что ты имеешь чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? О чем это говорит апостол? Он говорит о том, что все богатство и сокровище нашей жизни, оно является полученным. и почему ты хвалишься тем, что получил, как будто ты этого не получал, а имеешь сам, как будто оно тебе принадлежит не как дар, а как врожденная, скажем, способность или талант. Это размышление ведет человека прежде всего к смирению перед Богом, потому что мы понимаем, что все совершенное, что имеем мы, оно является даром Бога для человека. Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас, а если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать, здесь с некой иронии и сожалением одновременно говорит апостол. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделали позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудрые во Христе. Здесь он говорит тоже с некоторой иронией. Мы безумны, но вы мудры. Он как бы призывает подумать этих людей, а в чем же собственно их мудрость, в том, что они считают себя мудрыми, или потому, что Бог их считает мудрыми. Мы безумны Христарами. Это не значит, что они отказались от разума. Это только значит то, что они готовы терпеть от мира порицание, как безумное ради Христа. Мы позорищи для мира. Даже до ныне терпим голод и жажду и наготу и побои скитаемся и трудимся, работая своими руками, злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим. Мы как ссор для мира, как прах, всеми попираем до ныне. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас. Вот очень важно, как делает педагогически талантливо апостол замечание. Не хочу вас постыжать, позорить другими словами, я просто пытаюсь вас вразумить. Не будьте больше, чем вы есть на самом деле. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествования. И здесь апостол, несмотря на всю свою скромность и смирение, говорит о том, что он отец духовный для этих людей. И несмотря на то, что он только в предыдущей главе говорил, кто такой Аполлос, кто такой Павел, но в то же время он считает нужным для вразумления сказать, что его отцовство для них должно быть чем-то очень значимым. Чти отца, да благо тебе будет, и долголетием будешь и на земле. И отсюда мы видим, что должно быть почитание отца духовного как родителя духовного, как воспитателя, иначе без этого не будет ни блага, ни долголетия на земле. Я родил вас во кресте Иисусе благовествованием, проповедью. посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Для сего я послал к вам Тимофея моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгорделись. Но я скоро приду к вам, если угодно будет, Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу. Ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Это не говорит о том, что Царство Божие совсем не в слове, а в том смысле, что слово должно быть исполнено силой. Чего вы хотите с жезлом прийти к вам? Он говорит, как власть, имеющей Отец, или с любовью и духом кротости. И отсюда наши архипастыри, епископы и игумены монастырей носят жезлы, посохи. А посох это предмет неотъемлемый для пастуха, который пасет своих овец. Жезл также называется еще и стимулом на латыни. Этот пастырский жезл звучит как стимул. Стимул был длинным, на конце с острием. И вот, чтобы стимулировать овцу, приходилось ему этим острым концом, когда они особенно собьются в стадо, помните, как в ковер овцы, и среди них появляется одна паршивая. И вот приходится иногда ее стимульнуть для того, чтобы она не портила стадо. Почему у священников нет этого жезла? Потому что священник, одна такая деталь, потому что священник, он получил власть от архиерея, то, что должен делать архиерей, раньше начальниками евхаристических общин были только епископы, епископов было огромное количество. А священники были в сослужении. И поэтому он является неким представителем епископа здесь, на приходе. И поэтому он не может совершать богослужение, священник, если не получил, во-первых, от него указа о назначении на приход. И антиминс, это плат, который на престоле, он подписан архиереем. правящим, свидетельствующим о том, что все, что совершается здесь в храме, совершается именно от архиереем. И поэтому он является пастыем, а я являюсь только сапасным. И поэтому не все пастухи бегают за вечами, нет, делать даже не то, что за вечами, а с осохами, с жезлами, а главными, понимаете? А то мы начнем сейчас все с посохами бегать. Поэтому это не совсем правильно. С точки зрения нашей православной пастыриологии, правильно так, как я вам только что говорил, говорил, говорил. А вот, скажем, у Эфиопской церкви, там каждый священник с жезлом, каждый священник. Вот, и все даже на службе, все стоят с жезлами. Ну, в этом, понимаете, есть какой-то перебор. Видите, вот, все-таки один, понимаете, пастырь, а все мы в этом отношении его помощник. Но много овечек, потому что... Овечек-то много, понимаете. А вот, и просто когда один пастырь, понимаете, один, а у него помощник, то тогда как бы становятся понятны стратегии вообще церкви. Потому что если каждому дать в руки жезлу, то это будет не совсем правильно. Пасти-то, понимаете, вот в том-то я хочу подчеркнуть, понимаете, некую общую стратегию церкви, понимаете, именно в пасении овец, словес овец. Так что она, вот эта стратегия, исходит от архипастрии. Архипастрии от архиереи. И вот как она бывает? Вот даже с теми же ходами, например, есть решение архиерейского собора, архипастрии, о том, что нужно входить в понимание ситуации с этими кодами и так далее. Но, понимаете, кто-то возомнил себя, что он больше знает, чем соборный разум и начинает по-своему. А ему еще есть и жезл дать в руки? Без жезла и то. Понимаете, а с жезлом так совсем будет худо. Так вот, я продолжаю эту мысль, хочется сказать тоже и о браке. Вот многие пастыри говорят, а вот брак, официальный, законный, государственный брак, не является братом, и они учат, что это блуд. Вот мы сейчас об этом поговорим, конечно, в седьмой главе об этом будет идти речь. А ведь архиерейский собор говорит, что официальный, государственный брак является законным церковью и не является блудным сожительством. А многие священники на этом основании даже не допускают ко святому причастию. Понимаете? А на другом архиерейском соборе? Что-что? Потому что раньше это такое действительно было мнение. Вы знаете, дело в том, что с одной стороны тут как бы есть очень много составляющих в этом вопросе. Конечно, венчание, оно является благословением на брак. Это действительно так. То есть, церковь в данном случае не не дублирует законность уже государственного брака. Она не дублирует. Она только дополняет. То есть, государство... Ладно, мы сейчас подойдем к этому, потому что седьмая глава. Сейчас мы тут уже подходим. Так. пятое какой стих? Пятое какой стих? Ага, да. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и при том такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. но имеется ввиду мачек. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас сделавший такое дело. Знаете, здесь говорится о страшном, конечно, грехе, кровосмешении. и как принято часто плотскому мудрованию более осуждать, рассказывать и так далее об этом, вместо того, чтобы действовать, избрать какую-то правильную позицию. В данном случае апостол говорит в третьем стихе, а я отсутствуя телом, но присутствую у вас с духом уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа общее с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. О чем это говорит апостол Павел в пятом стихе, предать сатане во измождение плоти этого человека, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Вы знаете, здесь мы должны вспомнить о неком каноническом праве нашей Церкви. Существует каноническое право. Это свод определенных правил. Конечно же, этот свод церковных правил как неких путеводных столбов появлялся постепенно. По мере знаете, это я бы сказал, если сравнить с строительством или укладкой дороги, вот скажем, дорога в несколько тысяч километров. И понятное дело, что появился первый участок дороги, скажем, 20 километров. И на этом участке дороги появятся первые столбы, которые будут указывать направление этой дороги. Но если будут укладывать еще 20 километров и 100 километров и так далее, то будут появляться дополнительные указатели, которые будут показывать влево пойдешь, туда попадешь, направо пойдешь, туда попадешь. Так вот, эти столбы появляются постепенно по мере возникновения дороги. И вот канонические правила, они тоже появляются постепенно в жизни Церкви. По мере возникновения, как мы уже говорили, проблемы. То есть не Церковь для канонических правил, а канонические правила для Церкви. Можно даже вывести совершенно спокойно такую форму. Это значит, что эти правила, они должны помогать нам сориентироваться в сложности жизни, особенно когда начинает жизнь нецерковная пересекаться, прошу прощения, я извиняюсь, у меня сейчас лекция, через два часа будет свободно. И особенно когда пересекаются пути светской и церковной жизни. И вот здесь мы начинаем понимать, насколько для нас важны эти каноны, потому что наша жизнь становится более понятной, потому что в этих канонах изложена боль, эти каноны выстраданы, эти каноны, они действительно рождались в муках рождения, потому что в борьбе порой рождались эти каноны, в борьбе за истину. Все вы знаете, как появлялся, скажем, догмат о богочеловечности Христа. Не в том смысле, что Христос не был богочеловек, а в том смысле, что нужно это было защитить от мудрствования еретика Арии. И помните, сколько было борьбы, сколько было боли, и сколько было клеветы и много других скорбей, которые переживала церковь. Знаете, я бы даже сказал то, о чем говорю сейчас словами святого Василия Великого. Его спросили, как церковь живет, поживает. Да, он сказал, как мое тело, все болит и нет ни малейшей надежды на выздоровление. У нас возникает вопрос, так церковь святое учреждение. Нет, он говорит, нет никакой надежды на выздоровление. А вы знаете, когда святые уходят с этого мира в самое лучшее время своей жизни, когда они уже полностью созрели, то есть они, получается, покидают нас тогда, когда выздоровели. И, следовательно, опять церковь остается с одними инвалидами и коллегами. Вы понимаете, что церковь это богочеловеческий организм. Это значит, что в церкви есть наличие не только присутствия божественной жизни, через таинство, но Бог присутствует в этом мире, как в большой лечебнице. Даже священник, который обращается к исповедующемуся с такими словами сетчаток, Христос невидимо стоит, приемли исповедование Твоей. Не усрамись, не жив убойся, и да не скрывшись, что от меня. Я как во врачебницу пришел себе, да не исцелен, а ты пришел. А врачебница это где, понимаете, все что угодно, что-то отрезают, понимаете, кому-то ставят клизмы и так далее, и так далее. Там всякие и запахи, и всякие образы, все там есть, потому что это врачебница, как тело больное. Как-то патриарх Кирилл, когда он был призван к патриаршисту, он на одной из своих первых проповедей, по-моему, это была все-таки первая его проповедь, он сказал, что тело, как церковь, как инвалид, которому перебили ноги во время гонения, и как инвалид лежит с перебитыми ногами, он живой, конечно, но он не может стать в полную силу и делать в полную силу. И обратите внимание, что звучит в этих словах, прежде всего, смирение, мудрствование, а нас самих со смирением, мы не считаем себя, какими-то, понимаете, сверхчеловеками, мы говорим, что мы немощные люди. И вся эта немощность, как апостол позже скажет в других посланиях, в немощи человеческой сила Божия совершается. А если мы осознаем себя царствующими, как говорит апостол, и уж уже все знающими, мудрыми, то это начало беды для нас, потому что мы мудрые мудростью Божией и сильны силой Божьей. И поэтому нет надежды на исцеление, говорит. Здесь мы исцеляемся только тогда, когда переходим в тот мир, о котором даже наш глаз не видел и ухо не слышал, что Господь уготовил. А здесь мы болящие. Пытаемся что-то делать. Что ты имеешь, чего бы не получил человек? Что ж ты хвалишься? Если все ты получил, значит, все Божие у нас. чем мы можем похвалиться, говорит Макарий Египетский, только своими грехами. Так вот, дальше измождение плоти. Значит, появляются какие-то первые установления. это значит, что мы растем, значит, у нас больше мыслей появляется. Ведь помните, когда рождается ребенок, у него первые мысли устремляют только к одному объекту, к материнской груди. А потом начинается какое-то многообразие мыслей, игрушки начинают какие-то интересовать. но все мы понимаем, что это не настоящий мир. И вот настоящий мир появляется потом. Так и у нас тоже церковь, она развивается. Но не в том смысле развивается, что в церкви чего-то когда-то не было, что появилось сейчас, и в чем-то она стала совершением. Нет, не в этом смысле. А в том смысле, что болезни, которые появляются внутри нас. Ведь понимаете, вот сколько гриппов появилось, уже свиных только и куриных. И появляются средства, мы просто знаем, что это вот еще вот это. Появилась, скажем, лудомания, вот не было такого в перечне списков грехов апостола Павла. Ну как мы не внесем в этот список лудоманию, лудус, играть с латыни. То есть, это серьезная мания, то есть, безумие в переводе с той же латыни. Греха. Играть, играть, и на этой почве игры человек просто безумствует. То есть, появляется, и церковь появляется со своим лечением. Она дает оценку. Она может помочь этому человеку. Или наркомании не было, но она появилась, и следовательно, церковь увеличивает объем своих знаний. Но самое главное, что Бог эти знания дает, потому что источник в нем всякой мудрости. Поэтому в нем есть все изначально в церкви. Но просто церковь не черпала тогда из этого источника для того, чтобы решать эту проблему, потому что этой проблемы не было. А сейчас она черпает из этого источника. Источник один, Иистос. И в этом сила именно церкви в Богочеловечности, что человек в этом мире не один. И вот в измождении плоти когда человека запрещают то есть запрещают ему причащаться участвовать в Таинство Христовое, то что это значит? Это значит, что человек лишается возможности приобщиться к Таине, Таинству. А в Таинстве сосредоточена огромная сила благодати Божьей. Но если человек лишен силы Божьей, то что происходит? Сатана начинает терзать это существо, его беззащитность. И вот человек начинает только тогда понимать, чего же все-таки он лишился. А лишился он прежде всего силы в Боге через Таинство. И вот это измождение плоти начинает человека умудрять. И вот это страдание вдали от Бога, страдание блудного сына в стране блуда начинает заставлять человека размышлять по-другому. И он начинает вспоминать, что у него есть Отец. и начинает идти к Отцу уже с покаянными мыслями, с сожалением о том, что произошло. И поэтому всякое наказание, которое Церковь давала для грешников, она давалась единственной целью. Человека остановить в его грехе, а во-вторых, чтобы человек, побывав в этой стране отлучения, в стране блуда, осознал всю плачевность своего состояния, беспомощности, потому что единственное его меню для блудного сына это корыто с рожками для свиней. И нужно еще обратить внимание, что он хочет этих рожков, но есть еще люди над ним, которые контролируют. Помните, он хотел напитаться, но не мог вдоволь, потому что ему препятствовали в этом. надзирать их и вспомнил, что у моего отца есть много хлеба для его рабов, потому что только тот отец беспокоится и о рабах, и о сыновьях по-настоящему. Не так, как те, которые в стране блуда. Вот эта картинка очень хорошо иллюстрирует притча о блудном сыне. Именно этот стих в измождении плоти предан сатане да спасется дух. Начнем, простите, нечем вам хвалиться. Имеете виду то есть самодовольство без безосновательное самодовольство. Он говорит то, о чем только что вы уже слышали. Вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. Так вот, в данном случае он говорит о том, что ваше самодовольство, похвальба, она очень и очень безосновательна. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы безквасны. Ибо Пасха наша, Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не со старую закваску, не с закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты истины. Здесь используют совершенно понятный иудейский образ закваска. Дрожжи. Ведь это небольшое количество дрожжей, оно способно привести в движение огромный объем в сравнении с закваской теста. Оно начинает двигаться, тесто, расти. И вот малая закваска греха, малый помысел греха, он способен привести сознание наше в какое-то бурное размышление и склонность ко греху. И поэтому он говорит, что даже закваску нужно очищать. Закваску греха, старую закваску. Для нас одна закваска это Христос. Потому что есть употребление закваски в новом смысле. Помните, как говорит Господь сравнивает Царство Божие с закваской, что хозяйка использует небольшое количество закваски, так и Царство Божие. То есть Царство Божие начинается с благочестивых мыслей, с услышанного слова о покаянии и так далее. То есть закваска это универсальный образ для порока и для благочестивых мыслей. В данном случае здесь закваска является отрицательным образом, который приводит в состояние греха человека. Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего. Вот здесь очень важные мысли. Вот это, понимаете, вот это удивительное миссионерское мышление апостола. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего. Или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями. Ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить? И внешних вопрос, не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. «Итак, извергнете развращенного из среды вас». О чем говорит здесь апостол? Он говорит о том, что существуют грешники. Эти грешники существуют как среди язычников, то есть не имеющих принадлежности к церкви, и тех, которые принадлежат к церкви. Он не говорит о том, чтобы мы не сообщались со всякими грешниками, которые не имеют церковности, потому что тогда, он говорит, вам нужно было бы выйти из этого мира, потому что все практически погрязли во грехе, но только те, которые называют себя братом. То есть те люди, которые называют себя церковными людьми, но поступают как язычники, совершающие грех, и считают это достоинством. И кого отлучает от себя церковь? Разве она отлучает от себя тех людей, которые вне церкви и так? Иначе это бы было совершенно бессмысленным и непонятным. Как можно отлучить то, что и так уже отлучено? Мы отлучаем только то, что называет себя нашим. Они вышли от нас, но не были нашими. И вот здесь говорит апостол, что мы не должны с ними общаться. Но это не значит, что мы что-то узнали о человеке и начинаем его судить и рядить. Ах, вот он такой. И вот, понимаете, это не повод нам судить. Мы должны вспомнить о том, каким образом должно как бы совершаться некое судопроизводство. Господь говорит, если имеет там брат нечто на тебя, помните, то ты обличи его. Значит, обличи вначале как? Наедине. Затем, если не послушает, то в присутствии свидетелей двух или трех. Если свидетели не послушают этих, то тогда в присутствии церкви. Это значит, что мы должны увещевать человека вначале просто подойти и сказать, знаешь, что, так вот нельзя делать, потому что горе человеку, кем входит в мир соблазн. А ты соблазняешь. Одно дело, когда там какой-то безбожник, он и так называет себя безбожником. Он в принципе не будет соблазнять особенно того человека, который в вере, потому что он понимает, что он это делает от своего безбожия. Но если человек, который называет себя верующим и поступает как безбожий, то тогда это уже начинает. А почему он так поступает? Вот в 8 главе об этом говорит апостол Павел. Сейчас мы пока остановимся в этом рассуждении. Так вот, судить мы должны по определенной процедуре церковной. То есть она предполагает определенный судебный регламент, судопроизводство определенное. У нас существует положение в церкви о суде, чтобы суд не превращался в какой-то произвол. Все должно быть, как говорит апостол, благообразно и по чину. То есть чин должен быть во всем. А если мы не будем по чину, то тогда мы обречены на какой-то волюнтаризм. То есть мы уже будем строить, помните, как апостол сказал, смотри, кто как строит. Смотри. А если ты строишь не на основании церковном, не на мудрости общецерковной, а сам по своему разумению, к чему ты придешь? К тому, что ты устроишь самосуд. И поэтому он говорит, что вы судите, внутренних. Простите, сейчас приведу вам этот стих. Не внутренних ли вы судите? То есть мы судим внутренних. Почему? Потому что судить это не значит устраивать еще раз подчеркну произвол. Потому что можно сказать вот а вот где вот эта граница осуждения и рассуждения это очень волнует нас всегда. Значит граница если взять именно по чину о котором мы говорим прежде всего в том что мы готовы поговорить человеком на чистоту откровенно не где-то устраивать машины топот топот знаете за спиной там он какой он плохой вот не он висит потому что человек плохой но понимаете за спиной это легко это сделать сказать вот нехороший какой и быть довольным понимаете собой а вот если прийти и наедине обличить человека понимаете вот сказать конечно Писание говорит обличай премудрого и он тебя полюбит еще больше не обличай глупца потому что возненавидит конечно не каждого нужно обличать наедине потому что еще больше злобой и ненавистью проникнется этот человек здесь тоже должна быть определенная мудрость и рассуждение но самое главное это нужно понять за спиной нельзя этого делать особенно на священнослужителей мы потом почитаем в последующем послании где будет говориться что не принимай значит без свидетельства священнослужителей значит осуждение на священнослужителя почему не потому что это элита церковная а потому что священник он стоит на на подсвечнике церкви вот даже сейчас вот просто даже в таком физическом смысле я выше вас сижу потому что мне приходится говорить это значит что если я что-то сказал правильно то это будет хорошо для вас а если я сказал что-то неправильно то будет худо для вас потому что я только веду соблазн в вас понимаете и представьте себе если вы священника осудите и те кто доверяли этому священнику а вы не разобравшись до конца и они начнут осуждать этого священника и начнут еще и какое падение Одно, представьте, шел, понимаете, какой-нибудь Вася и упал тут по пьяни, понимаете, и ушел, скажем, там отец Василий, понимаете, и тоже свалился, значит, ну, слишком попотчевали не в меру, скажем, на крестинах батюшку, вот, и ноги подвели. И кто соблазна больше произведет? Конечно, священник. Понимаете? И поэтому вдуматься, что именно о суждении, когда идет речь именно о священнослужителе, то совершенно другая ответственность. Конечно, и у него другая ответственность перед Богом, но и у тех людей, которые рассуждают о священии. А если на патриарха сказать что-то? Представляете, что это? Ах, он не такой. А, ну, раз патриарх, глава церкви, ну, тут все, понимаете. Представляете, какой соблазн. А разумение-то, понимаете, у этого мышонка вот такое, а патриарх вот там сидит. Он, понимаете, высоко сидит. Помните, высоко сижу, далеко гляжу. Он больше видит. И ему даны больше полномочий это и видеть даже. Поэтому, конечно, не нужно все-таки, чтобы яйцо учило курицу. Хотя, конечно, яйцо вроде раньше курицы. Хотя тут можно рассуждать, конечно, по-разному. Значит так. Какой стиль, напоминайте мне? Шестая, не, шестая, это я помню. Вот стих, седьмой у нас стих. Но брат с братом судится, и притом перед неверным. А, нет, нет, это что-то и не то. Нет, мы слишком. Шестая, только начало, да? Да, да, шестая. Так, то есть, итак, извергники развращенного из среды вас. Это последний стих пятой главы. Вот это как раз и те основания, которые имеет Церковь для того, чтобы извергать из среды тех людей, которые вносят соблазн. Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судить мир, то неужели вы не достойны судить маловажные дела? Ну, о чем это говорит апостол Павел? Понимаете, какие-то возникали внутри Церкви проблемы. Внутри взаимоотношения какие-то были сложные. И вот они шли для того, чтобы рассудили какие-то, скажем, светские люди, или там язычники. Чтобы рассудили конфликт внутри Церковной. И вот здесь осуждает апостол Павел такую инициативу. Он говорит о том, что вы должны судиться у святых. Но дело в том, что когда идет речь о святых, то это, понимаете, а то сейчас начнут говорить. Ну, вы знаете, а кто же свят, понимаете, чтобы судиться у него? Мы как-то говорили о том, что слово «святой», оно было синонимом христианина. Именно в апостольском языке. Потому что «святой» — это отрезанный, оторванный, то есть взятый удел в переводе. Имейте в виду, это тот человек, который принадлежит как бы уже другой плоскости жизни. Другому измерению жизни. И вот имейте в виду, что вы должны судиться внутри Церкви. Если же вами будет судим мир, то неужели вы не достойны судить маловажных делах? Вот сейчас еще более такие сугубые будут размышления в третьем стихе. «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские?» Ну, здесь как бы апостол Павел говорит какие-то потрясающие слова, и вот нужно их пояснить. Понимаете, в чем, собственно, будет вот это судопроизводство заключаться небесное? Вот, к примеру, на страшном суде будет, конечно, судить Христос, потому что Он — человек, кто любил и судья. Понимаете, только Он может судить именно каждого человека так, чтобы этот суд был действительно непристрастен. Но в то же время идет речь о том, что, значит, христиане будут судить ангелов. Понимаете, есть такие рассуждения у святых отцов. Апостолов будут судить апостолов. Пророков будут судить пророки. Князья будут судить князей. Священники — священников. Монахи — монахи. Что это значит? Это значит, что кто-то скажет, а вот я это сделал, будучи, скажем, там, священником, потому что вот я не мог по-другому поступить. И тут будет, как некий антитезис, другой апостол или пророк, вот, и Господь скажет, вот смотри, он тоже был апостолом или священником, или там пророком, но он поступил в этих обстоятельствах. Правильно. Он смог пожертвовать, возможно, своей жизнью ради истины. И поэтому суд в данном случае является очень справедливым и адекватным. Значит, это было твое малодушие, значит, это нежелание было пойти до конца за истину, потому что можно было, оказывается, в этих условиях сделать так. И вот когда говорит апостол судить ангелов, то в данном случае идет речь о падших ангелах. Каким же образом христиане будут судить ангелах? Они будут судить таким образом, что человек, он облечен плотью, телом. И, конечно же, плоть доставляет нам много всевозможных искушений и проблем. И несмотря на то, что мы люди плотские, но мы смогли выстоять искушения всевозможные плотские и победить этот грех, чего не смогли более крепкие существа, не облеченные плотью, противостать греху и победить грех. То есть даже ангелов будут судить. То есть сами как бы действия благочестивых христианств будут неким облечением ангелов падших. Об этом идет речь по святоотеческим толкованиям. Не тем ли более дела житейские? Но это не значит, что христианин не имеет права обращаться в суды человеческие. Имеет право. Тогда, когда идет речь об исключительно каких-то светских тяжбах. А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не знающих церкви, к стыду вашему. То есть вот здесь он говорит о житейских тяжбах. Но представьте себе, когда какая-то, скажем, имущественный какой-то вопрос. Вот как можно разрешить христианину житейскую тяжбу с противоборствующей стороной, которая никакого отношения к церкви не имеет? Да никак. Это будет только усугубление войны. Поэтому в некоторых случаях, значит, мы обращаемся к земным, так сказать, арбитрам. А к стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? То есть между братьями своими. То есть имеете в виду, вот здесь как раз подчеркивается, что это не между братьями и светскими людьми, а между братьями, то есть между внутри церковной вопросами. «Но брат с братом судится, и при том перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой». Конечно, это унизительно тоже. «Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» То есть он призывает и считает, что лучше человеку пострадать, чем выиграть в таких случаях. «Но вы сами обижаете и отнимаете, и при том братья. Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует, не обманывайтесь». Вот эти слова «не обманывайтесь» – они достаточно такие глубокие по своей способности проникнуть в совесть сердца человека. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни молоки, ни мужеложники. Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Но здесь как бы много других еще грехов не перечислено. Но это не значит, что они наследуют Царство Божие, если не раскаются. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». То есть вы тоже когда-то были такими же, но вы осветились Таинством Церкви через Крещение. «Все мне позволительно, но не все мне полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Вот эти слова очень важны, аскетики духовные. «Да, мне позволительно многое, но ничто не должно обладать мною. И не все, что позволено, имеет пользу для человека, для его души, для его спасения. Пища для чрева, и чрево для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своей. Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? Итак, отнимем ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да, не будет. Или не знаете, что совокупляющейся с блудницею становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте, блуда, всякий грех, какой делает человек, есть вне тела. А блудник грешит против собственного тела. «Не знаете ли, что ваши тела – суть храм живущего у вас, Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Вообще, конечно, такое подробное рассуждение о теле, как о храме Духа Святого, является некой полемикой с теми неправильными мыслями, которым были подвержены коринфские христиане. Тогда уже тоже были какие-то гностические веяния, а гностики – это те люди, которые готовы были принять любое божество, любое божество в свой пантеон, лишь бы это совпадало с их идеей. То есть, они могли и Зевса признавать одновременно, и Молоха, и Христа, и так далее. То есть, они все как бы, они были всеядными, так называемые оккультисты современные. Так вот, они, особенно для гностиков, было свойственно то, что они считали, что мир был создан добрым и плохим Богом. Вот плохое божество, оно создавало материальный мир, а духовный мир создавало хорошее божество. И, следовательно, материя, она уже сама по себе нечиста, потому что вышла из рук нечистого божества. И, конечно, она заслуживала презрения. Конечно, боролись с телом по-разному гностики. Кто-то, наоборот, устраивал очень такие, скажем, пышные, я бы даже сказал, оргии, блудные, сексуальные извращения. Почему? Потому что считали, что поскольку плоть – это презренная часть человеческого существа, и можно ее полностью отдавать на, именно, топтать с ней, что угодно творить, можно перенасыщать, насыщать ее телом, блудить с кем угодно, устраивать повальные, сексуальные, значит, оргии и так далее. Все это было в арсенале гностиков. А некоторые, наоборот, проявляли крайний аскетизм к своему телу, считали, что его нужно истомить аскезой, вот, и оно не имеет права вообще на жизни, то есть его можно постольку-поскольку ему давать жизни, поскольку вот оно не мешает духу. Поэтому вот эти крайние взгляды, они присутствовали у карельских христиан в том числе, потому что они были, конечно, составной частью тогдашнего языческого мира. Вот, и поэтому апостол учит и говорит, что все-таки тело-то – храм, а к храму нужно относиться с благоговением, и что в храме угодно обитать Духу Святому. И не превращайте этот храм в капище блудницы. Потому что всякий, совокупляющийся с блудницей, становится одно тело с ней, ибо сказано – двое будут вплоть едины, если имеют близость телесную. И вот переходим мы к седьмой главе. Это глава, которая является очень актуальной для мирских людей, потому что эта глава дает очень много пищи для размышлений. «О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины, но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждый имей своего мужа». Как я уже говорил о том, что размышления насчет того, что такое брак, в сознании христиан было разное. Кто-то считал это было крайним взглядом, как я уже сказал, когда брак считали чем-то нечестивым и презренным. И считали, что брак, если ты хочешь спастись, то, конечно, брак будет только препятствовать именно духовной жизни. И поэтому многие призывали такие вот горе-христиане, других христиан расстаться с своими женами или мужьями, если они приняли крещение. То есть такие крайние секты существовали именно в раннехристианской церкви. И, конечно же, апостол Павел уже тогда осуждал этот неправильный взгляд. И даже сейчас некоторые считают, что монашество выше брака. Но на самом деле это неправильный взгляд, потому что монахи все-таки появляются на свет Божий от брака. И не было бы, конечно, в монастырях не рождаются дети, как известно. Поэтому это величайшее таинство, которое древнее, конечно же, монашество, потому что прежде чем возникло и появилось монашество, уже было установление брачное в раю. Поэтому это чистое установление, как первое таинство для человечества. Конечно же, апостол сам был девственником. Он вынужден был немножко приоткрыть в тайну своей интимной жизни. Он скажет о том, что, конечно, лучше, как я, новое избежание блуда, вот, лучше, как я. Не в том смысле, что этот образ жизни выше, а в том смысле, он сейчас объяснит в этой седьмой главе, что там женатый думает, как жене угодить, а замужний, как муж, ну и так далее. Это, конечно, понятно, потому что семья – дело непростое. И во избежание блуда. Еще и брак является неким таким иммунитетом для человека во избежание блуда. Потому что кто-то же, как говорит Спаситель в главе Матфея Евангелия, 19 глава, 12 стих, «Кто может это вместить, то пусть вместит». Но не всякий, конечно же, может это вместить. Я имею в виду безбрачный, дерственный путь. И, следовательно, это путь, который не обязателен для христианина. Его только можно рекомендовать, как некую альтернативу в духовной жизни. И во избежание блуда каждый имеет свою жену, и каждый имеет своего мужа. Муж оказывает жене должное благорасположение. Подобно и жена мужу. То есть мы видим, что рассуждения апостола, они являются рассуждениями, где оцениваются мужчины и женщины, как равнодостойные. То есть здесь не ставит апостол предпочтительнее мужа-жене. Но в то же время он говорит о том, что глава – жене-муж. Но глава – это не значит, что, как, значит, один из иудейских равинов средних веков в восторге своего религиозного энтузиазма, сказал, «Господи, я благодарю Тебя за то, что я не женщина». Но вот такие мысли стали появляться у иудеев, которые уже отпали от Ветхозаветной Церкви и не примкнули к Новозаветной. Но этого, конечно же, Ветхозаветная Церковь не знала. Это так называемый каббализм еврейский, то есть который не имеет никакого отношения именно к богооткровенной Ветхозаветной религии. Потому что всегда жены были равнодостойными мужьям. И жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена. Вот здесь рассуждение апостола является достаточно важным для семьи. Ведь, понимаете, семья – это прежде всего две, когда идет речь о муже и жене, это две воли. Муж – носитель своей свободной воли, жена – носительница своей свободной. И вот когда они вступают в брак законный, нужно заметить, что венчание появилось только в XI веке в Церкви. До XI века венчания как такового чина церковного не было. Поэтому, конечно, те, которые говорят, что вне венчания – это блудное сожительство, то до XI века все, конечно, были в блудном сожительстве. Но мы, конечно, не можем принять такие рассуждения за правильное. И вот, конечно, узаконение брака было другим образом. Но об этом я сейчас не буду говорить, как в Древней Церкви узаканивались браки. Конечно, они узаканивались и тем, что законом признавались юридическим, то есть языческим законом, признавались как муж и жена, и они уже были мужем и женой. То есть признание государством, даже языческим государством, законности мужа и жены были законными для Церкви. Но вот другая, как бы, вот сторона, вот, потому что я говорил уже, что венчание – это дополнение к официальному законному браку, но не дублирование. То есть Церковь не дублирует законность уже законного брака. Она только дополняет своей полнотой, духовностью. Она дает некие новые возможности. Так вот дальше, что мы читаем. Жена невластна над своим телом. Это значит, что если вступили в брак законный, то с этого момента они стали одной плотью. Одна плоть. Здесь, конечно, есть несколько прословек. Я сейчас пока не буду объяснять, потому что я считаю, это будет более разумно объяснить в другом послании апостола, потому что он будет касаться этого вопроса. Но вот здесь я скажу, что с этого момента жена невластна над своим телом, равна и муж невластен над своим телом. Конечно, брак в этом отношении, он тоже имеет определенную тяжесть. Вот, к примеру, имеет игумен власть над телом своего послушника или монаха? Не имеет. А вот муж имеет власть над телом своей жены, и жена власть над телом своего мужа. Это говорит о том, а хоть еще нужно заметить, это при том, что муж – голова жены. То есть он некую имеет и духовную власть, и имеет и телесную власть. А вот игумен имеет власть только духовную. Поскольку с момента брака плоть жены или плоть мужа уже не принадлежат. То есть, скажем, ее плоть, плоть жены в законном браке не принадлежит с момента брака ей. Эта плоть принадлежит мужу. А раз она принадлежит мужу, то в этом и начинается скорби по плоти. То, о чем говорит апостол Павел. Он в этой же главе скажет об этом, что скорби по плоти. Но вот скорби по плоти какие? Вот, скажем, жена не желает близости с мужем своим, а муж желает. И что же жена должна сделать в таком случае? Она должна уступить мужу своему. И в этом скорбь по плоти, потому что она этого не желает, а он этого желает. И он имеет право над ее плотью. Она не властна над своим плотью, но муж властью. Точно так же и взаимно. И, конечно же, это представляет огромную, скажем, трудность в некоторых случаях. Конечно, когда они духовно близки муж и жена, то тогда эта проблема решается проще, потому что они по согласию все делают. А если нет духовной близости, то тогда это уже усложняет отношение. Потому что она вынуждена свой супружеский долг исправить, и при этом не желая этого. Понимаете? Вот сложно как. Почему будет рассуждать апостол Павел о том, что он лучше, как я? «Жена не властна над своим телом, но муж равный и муж, но властна над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга». То есть об этом говорит апостол Павел. «Разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве?» То есть, а если для мужа ничего не значат пост и молитва, вот как здесь поступить? Вот для жены значит пост молитва, а для мужа нет. Или наоборот? Она должна уступить. Даже если для нее пост имеет значение. То есть, вот скажем, Великий пост. И вот что тогда? Муж неверующий или жена неверующая? Она желает поститься, а он не желает поститься. И вот, конечно, она должна уступить. Конечно, она может влиять на него, скажем, верующая жена, и говорить о каком-то одолжении. Но и должна понимать, что если такого не будет, то тогда она, видите, что она разрушает тот оплот, который называется, о котором говорит апостол, что каждый имеет свою жену во избежание или мужа во избежание блуда. И получается, говорит дальше апостол Павел, посогласен, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашего. Чем искушает сатана? Значит, неудовлетворенного мужа или жену. Он говорит, слушай, вот жена тебе вот, она тебя отвергает. И мысли разные начинают появляться в голове этого человека. И он думает, вот я пойду вот на сторону. И вот через вот это невоздержание мужа или жены сатана начинает сатана начинает искушать. И вот жена должна быть помощницей ему в этом отношении, чтобы он не ушел на сторону. А она, понимаете, слишком запастилась или замолилась. И что же тогда? И тогда начинаются серьезные проблемы. И вот этого мы не должны допустить, пользуясь научением апостола Павла. Дальше. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление. Вот когда изучаешь канонические правила, связанные с этой проблематикой, их нужно заметить, что немного. Вот что касается вот две огромные книги по каноническим правилам относительно регламентации отношений между мужем и женой плотских отношений. И существует, по сути, только два правила. И вот эти два правила говорят о следующем. Когда задается как бы вопрос, там, по-моему, Афанасию Александрийскому этот вопрос, а второе, я не помню, сейчас собор вот какой, и там как бы вопрос звучит так. Вот, когда вообще надлежит воздерживать мужу и жене? И он отвечает Афанасию, что приводит как основание эту седьмую главу и говорит, что цитирует эти строки, а потом говорит, ради приношения евхаристической жертвы суббота и воскресенье и праздничной. То есть, так называемые большие двунадесятые праздники. Он не упоминает посты. То есть, некоторые считают, что, значит, накануне посту, постных дней, вернее сказать, среды и пятницы. Есть такая как бы мысль. Но опять-таки, эта мысль, она связана больше с согласием мужа и жены. Ну, если какого согласия нет, но совершенно как бы считается недопустимо иметь близость с субботы на воскресенье. То есть, это воскресный день. Это ради приношения великого тазиства. Конечно, евхаристическая жертва приносится ежедневно, если по большому счету взять монастыри, к примеру, да, где совершается погослужение. То есть, или соборы, где, ну, если уж не монахи служат, так мирские священники. Так вот, но здесь говорится именно о воскресных днях, субботах, воскресенья. Поэтому, церковь, далее говорит постановление собора, что пусть будет им совесть судьей. То есть, церковь не регламентирует, она как бы не распространяет свою власть на внутренние отношения между мужем и женой. Потому что понимает, что сложность этих отношений в, прежде всего, противоречии воль, которая может возникать в браке, в связи с тем, что муж и жена разные, как бы, по своей религиозной ориентации или так далее. То есть, и поэтому, для того, чтобы брак не был разрушен, церковь не регламентирует отношения, а только рекомендует, как в данном случае говорит апостол Павел. А не как повеление. И пожелаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я, тоже, как я, он рекомендует. То есть, у него есть огромный духовный опыт. Но вот здесь обратите внимание, безбрачным и вдовам. Вдовам или вдовцам. То есть, если безбрачным, это понятно, первый брак. А вот вдовы, понятное дело, вступает в брак какой раз? Второй и бывает даже третий брак. Но вот четвертого брака церковь не допускает. Вот второй и третий брак она допускает. Но вот нужно отметить, какие же причины могут быть основанием для расторжения брака. Я вам приведу социальную концепцию русской православной церкви. Это самый последний современный канонический документ русской православной церкви, который помогает эту проблему, если она возникает, разрешить. Я сейчас вам прочитаю. еще в 918 году это был так называемый поместный собор Российской православной церкви. И вот еще тогда этот собор уже, понятное дело, на основании канонических он резюмировал такими словами эту проблему. С кем можно разводиться? Так, ну, прелюбодеяние это понятно. То есть, если одна половина изменила другой половине, то это причина для развода. Почему? Потому что расторгается как бы договор о верности. Ведь они обещают верность взаимную, когда вступают в брак. И если кто-то изменил, предал, то, следовательно, с этого момента та половина освобождается от верности этой половине. Потому что договор только тогда возможен, когда сохраняются договоренности с обеих сторон. А если одна нарушает, то и другая освобождается. И вот, отпадение супруга или супруги от православия, противоестественные пороки, имейте ввиду блудные пороки, неспособность к брачному сожитию, наступившую до брака или явившуюся следствием намеренного самолечения, заболевание проказой или сифилисом, длительное безвестное отсутствие, осуждение к наказанию. То есть, если в тюрьму кого-то и может расторгнуться брак. Соединенному с лишением всех прав состояния, посягательство на жизнь или здоровье супруги либо детей, снохачество, сводничество, извлечение выгод из непотребств супруга, неизлечимую тяжкую душевную болезнь и злонамеренное оставление одного супруга другим. В настоящее время эта перечень о основании к расторжению брака дополняется такими причинами. Это уже в 2000 году собор принял решение. Заболевание с ПИДом, медицинский засвидетельствованный хронический алкоголизм или наркомания. Совершение женой аборта при несогласии мужа. То есть, вот это является причинами для расторжения брака. То есть, в данном случае церковь защищает страдающую сторону. Она становится на сторону, потому что становится жизневыносимой. скажем, сумасшедший муж с неизлечимой, скажем, шизофренией, он же тираном становится для детей, например. То есть, какое тут воспитание? Тут дети могут с шизофрениками стать на почве именно бесконечных каких-то или алкогольных деградаций и так далее. То есть, вот как бы есть такой перечень, вы должны об этом знать. То есть, не быть радикальными по отношению тем людям, которые все-таки по каким-то причинам в данном случае вот мы видим перечень, чтобы не осуждали людей, если все-таки они расторгли с кем-то там брак своей половины. Как я уже сказал, допускается второбрачие и троебрачие. Если второбрачие допускается, то не пострадавшая сторона не пострадавшая лишается причастия на два года. Если третий брак, не пострадавшая сторона на пять лет, согласно каноническим правилам, лишается причастия. Конечно, об этом говорят канонические правила нашей церкви, но, понятно, существует не только буквальное исполнение правил, но существует и вхождение в какие-то подробности обстоятельств нашего времени, так называемое экономическое, то есть, домостроительное отношение к применению этих правил и норм. Ну, имеется в виду, не пострадавшая это та сторона, которая бросила и потом решила вступить в брак, понимаете? А пострадавшая никаких, так сказать, прещений не налагается. Если она захотела, скажем, жена, брошенная мужем, захотела вступить в второй брак, препятствий к этому никаких нет. Потому что есть духовники, которые препятствуют. они безосновательные препятствия, то есть, церковь так не учит. То есть, это уже самодеятельность, как мы говорили, это самочинение, крайнее самочинение, является трагическим порой для, так сказать, людей, которые не могут жить без брака. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Кстати, при молитвах во второй браке, третий, эти слова часто используют, что они вот не могли потерпеть и так далее, имея рожение, плоти и так далее, прости Господи, но позволим вступить во второй брак и благословит им чадо родим, если нужно, и так далее. Есть также еще чин, кроме второбрачных и троебрачных, если супруги прожили много лет вместе, они не венчаются первым чином. Почему? Потому что там просится Господи, благослови, значит, Коксару там, значит, и Ревеку, чадо родим и так далее, а как же и благословить, если ей уже 70 лет? Это совершенно неуместно, и поэтому есть другой чин для супругов, которые прожили вместе много лет, но не имели благословения церкви на супружество, поэтому есть молитвы, которые именно уже к месту. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей. Впрочем же я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласится жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, не должна оставлять его, ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны, то есть имеется крестьяне по отношению к неверующим людям, если они не хотят жить с верующими людьми, то тогда можно. Но если они хотят жить неверующие с верующими, то не отторгают. Брат или сестра в таких случаях не связаны, если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны, к миру призвал Господь. Почему ты знаешь жена, не спасешь ли мужа, или ты муж, почему знаешь не спасешь ли жены? Он как бы спрашивает, вы так уверены, что вот я не спасу, он неверующий, и так далее, и так далее. Но он желает именно жить своей верующей женой, несмотря на то, что он как бы имеет другие убеждения. Так вот, конечно же, здесь бывает опять-таки мотивация достаточно радикальная, аскетическая мотивация, что есть как бы некая нечистота в самой семейной жизни. И в частности я процитирую несколько правил канонических, которые говорят «лицемерие уже словесников, сожженных в совести свои запрещающих вступать в брак». Это апостол Павел говорит эти слова, но вот дальше говорит апостольское правило 51-ое. Если кто удаляется от брака не ради подвига воздержания, но по причине гнушения забыв, что Бог созидает человека мужа и жену сотворил и таким образом куляк левещет на создание или да исправится или да будет извержен и священного чина и отвержен от церкви. То есть здесь идет речь о том, что некоторые считают, что брак сам по себе уже что-то такое, знаете, было даже время, когда считалось, что нет, у монахов только нужно окормляться духовно, а вот белое духовенство, живущее с женами своими, они, конечно же, чуть ли не безблагодатные и отдавали предпочтение только монашествующим. И сегодня тоже много таких вот стяжателей духовности ездят по монастырям, игнорируя белое духовенство, которое совершает таинство в церкви и является законным духовенством, законопоставленным. Конечно же, это крайний взгляд, который всегда осуждался церковью, и нужно заметить, что он осуждался прежде всего отцами, которые выходцы были из монашества. То есть, именно монашествующие, как правило, были защитниками брака. Поэтому здравое монашество, оно всегда оценивает именно брак как равнодостойное таинство монашества. Еще нужно учесть, что до IV века было только белое духовенство, то есть, не было монашествующего духовенства. И также нужно заметить, что монахи, они были не священниками в I век, в IV веке, имеется в виду свое возникновение монашества как института аскезы, значит, безбрачия. приглашали только женатых священников, то есть, сами монахи не дерзали принимать сад, вот, поэтому служили литургии в монастырях мужских, в том числе, только белое духовенство. Так вот, такие крайние, вот, к примеру, Ганглерский собор говорит, если кто порицает брак и внушается женою верной и благочестивой с мужем своим совокупляющейся, или порицает он ее, как немогущую войти в Царство Божие, да будет под клятвою. Если кто девствует или воздерживается, удаляясь от брака, как гнушающийся им, а не ради самой красоты и святыни девства, да будет под клятвою. Если кто из девствующих ради Господа будет превозноситься над сочетавшимися браками, да будет под клятвою. То есть, отлучением от церкви. Священный свинод русск, ну, это не там дальше мысли. Так вот, этот радикализм, который присутствовал всегда в церкви и сейчас он присутствует в церкви, он не имеет никаких абсолютно оснований в учении Господнем, Спасителя нашего и также учении святых апостолов. И когда вы слышите о том, что нужно как бы бросать все и вся и стремиться в монастырь для спасения и бросать мужа верного или жену верную ради спасения, то нужно уже сразу же бежать от этого монаха, потому что он учит не православно. Так нельзя. Потому что семья благочестивая, она рождает добрых детей. И эти дети добрые потом могут стать монахами, если имеют на то внутреннее расположение и дарование. так вот 17 стих «Только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквам, призван ли кто обрезанным, не скрывайся, призван ли кто не обрезанным, не обрезывайся». Ну, то уже мы говорили, это просто он говорит апостолам, простите, коринфским христианам, обрезание ничто и не обрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьей. То есть, это имеет только основание в мотивации сейчас. Каждый оставайся в том звании, в котором призван. «Рабом ли ты призван, не смущайся, но если можешь сделаться свободным, то лучше воспользуйся, ибо раб, призванный в Господе, есть свободный для Господа. Равный призванный свободным есть раб Христов. Вы куплены дорогою ценой, не делайтесь рабами человеков. В каком звании кто призван, братья, в том каждый оставайся перед Богом». То есть, в принципе, социальное положение для духовного состояния человека не имеет никакого значения. И его высокий социальный статус или низкий социальный статус, он не является какой-то ступенькой в духовном развитии. То есть, по сути, он призывает к некому статусу «кво». Статус «кво» это юридический термин, который говорит о неком уже устоявшемся положении вещей. То есть, вот есть так, пусть так он и будет. Не надо разрушать этого. Ну, я думаю, что мы все-таки дочитаем тут эту седьмую главу, несмотря на то, что я постараюсь быстро, уже время подошло. «Относительно девства, я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть Ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так». То есть, девственником. «Соединен ли ты с женой, не ищи развода, остался ли без жены, не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь, и если девица выйдет замуж, не согрешит, но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас сужают». То есть, вот о чем говорит апостол. «Но таковые будут иметь так. Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие». То есть, он призывает к некому такому девственному образу жизни внутри семьи. Вот нам известны такие прекрасные пастыри, как вот в частности Иоанн Кронштадтский. Мы знаем, что он совершенный был девственником. Но нужно заметить, что это было тоже не очень просто все, потому что жена подавала на него в Синод Сергиева, то есть, имеете в виду его супруга. Она была не согласна с таким положением вещей в ее семье, и она имела полное право. И поэтому со стороны Иоанна Кронштадтского это было очень каким-то удивительным дерзновением, которое, как я уже говорил однажды, что не мог понять даже Феофан Затворник. Он говорит, отче, я же не понимаю вас, что это вы творите такое? Хотя человек был в Затворе, и казалось бы, он настолько был таким человеком духовно-проницательным. И тогда Иоанн Кронштадтский отвечал, владыка, говорит, потерпите дождаться конца. Ну и вот, конечно, вот этот конец его благочестивой жизни, вот в этом девственном образе в семье, конечно же, был действительно подтверждением правильности его пути, но хотя, конечно, хотя, конечно, это очень исключительно. То есть, на такое могут дерзать только те люди, которые действительно какие-то особые имеют дарования, потому что иначе можно было жену свою привезти, то есть, он был, видимо, и молитвенником сильным, чтобы укреплять как-то ее, ну и, конечно же, слава Богу, все закончилось хорошо, но, конечно, были и препятствия этому пути, поэтому мы должны знать эту сторону, конечно, потому что кто-то может очень романтизировать этот вопрос, и, понимаете, многие говорят, вот мы будем жить как там брат и сестра, особенно, когда вступает в брак. Конечно, мне таким молодым романтикам хочется сказать, конечно, не знаете, что такое брак, это, во-первых, вы не можете говорить об этом однозначно, с уверенностью, это во-первых, или кто-то рассуждает еще похуже, говорит, я вступаю в брак, но вот я, наверное, буду жить со своей женой как брат и сестра, я говорю, а ты уже решил за нее это? Или наоборот? Так зачем тогда тебе она вообще нужна? Это не значит, что не может быть такого подвига, как Иоанн Кронштадтский, но еще раз хочу подчеркнуть, о таких людях пишут книги, то есть это большое и большое исключение, поэтому семья, это, понимаете, это не то, что мы можем спланировать. Семья – это живой организм, он растет порой по-разному. Матюшка, так она ушла из семьи? Нет, она не ушла из семьи, они жили вместе, но продолжали жить именно девственно, хотя для нее это было огромным испытанием, понимаете, она хотела, как любая нормальная женщина, чтобы были дети, понимаете, вот так она была воспитана, и ничего в этом плохого не было, но вот он был особым человеком, понимаете, то есть кто хочет, почитайте его жития, но его жития, конечно, их много, особенно сейчас последние дневники его изданы, вообще удивительные дневники, потому что те дневники первые, которые там были, понимаете, они немножко как бы так, ну, скажем, не то, что приукрашены, просто вот его слишком большая откровенность с самим собой была немножко даже такой, ничего себе, он так считал. в самом последнем дневнике, вообще-то. Там, понимаете, вот чуть ли не... то есть вот все свои человеческие чувства, ну, все было в нем, понимаете, и хотел чуть ли не одному Митру там батюшке снять с головы там, понимаете, и там запутболить его, понимаете, были такие моменты, когда он расстраивался своей душой, все рождалось в душе человека, понимаете, все не так просто. Или ты, говорит, поем, такая сладкая была, о, каянка, чревугодница. Вот, вот, понимаете, или опять, понимаете, запростоквашу, понимаете, взялся вот, тоже все загружался там, понимаете. А ведь, понимаете, ну, все мы живые люди, конечно, все это не просто так. Поэтому, когда уже человек совсем созревает, как тот такой зрелый, тогда, понимаете, уже Господь и прибирает его к себе туда. А как почитали, думаешь, раз такой святой, так же, так может двое нечего. Не, но дело в том, что нужно отметить, он-то не оправдывал себе этого, понимаете. Он просто говорил, что как бы рождается в моей душе греховный, понимаете. Но он же все прилагал себе для того, чтобы это исправить себе, а не оправдать и сказать, понимаете. Вы последнего дня исправили. Конечно. Так что, значит, дальше. Я вам сказал, должны быть, как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующие, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром всем, как не пользующие, ибо проходит, то есть разрушается образ мира сего. А если этот образ мира разрушается, то зачем к разрушающемуся привязывать свою душу? Поэтому он как бы говорит, что не стоит вот тех эмоций, которые вы слишком отдаете много для этого мира. А я хочу, чтобы вы были без забот. Не женаты заботиться о Господнем, как угодить Господу, а женаты заботиться о мирском, как угодить жене, если есть разность между замужнией и девицей. Не замужняя заботиться о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святой, и телами духом, а замужняя заботиться о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу, без развлечения. То есть, видите, как он щадяще говорит, как он, понимаете, с каким-то вот таким чутьем отца и пасты. Если же кто, как знаете, как в одном рассказе, говорит, ваш батюшка так любит вас, что вилами в Царство Божие готов загнать всех. Так что, понимаете, бывает и такая любовь пастырская. Если же кто почитает неприличным для своей девицы, то чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, что пусть делает, как хочет, не согрешит, пусть таковой и выходит замуж. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем, и не будучи стесняем нуждой, но будучи властью на своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, то хорошо поступает. Посему выдающий замуж свою девицу поступает тоже хорошо, а невыдающий поступает лучше. Жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если же муж не умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Но она блаженнее, если останется так, по моему совету. А думаю, то есть я предполагаю, славянский трекистик говорит, мнится, и я имею Духа Божия. То есть он как бы резюмирует вот эти рассуждения и скромно говорит, что я думаю, что я говорю именно от Духа Божия то, что я говорю. Ну вот на сегодня мы завершим послание Горида. Храни Господь.